Развитие системы здравоохранения – важнейшая задача для страны, поставленная президентом. В Северском районе вопрос обеспечения жителей качественной медицинской помощью стоит у администрации муниципалитета на особом контроле. Для привлечения специалистов действует программа «Земский доктор». В медицинской организации района на постоянной основе закупается новое современное оборудование. Для комфорта пациентов проводят реконструкцию лечебных учреждений. В этом году долгожданный капитальный ремонт при поддержке краевых властей провели в инфекционном отделении Северской центральной районной больницы. Через неделю после открытия обновленные помещения и боксы осмотрела вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. Менялось все от старых коммуникаций до кровли. Закупили новую мебель. Это первый масштабный ремонт с 1959 года. Несмотря на то, что пациенты, проходящие лечение, изолированы в отдельных боксах, Анне Меньковой удалось поинтересоваться об условиях их пребывания. Как вам обстановка, как отношения к персоналу? Выздоравливай, крошка. Лето на улице, надо гулять. Пациентом отделения еще до ремонта был маленький Леша с мамой Еленой. Мальчик уже идет на поправку и скоро отправится домой. Я бы хотела, знаете, сказать слова благодарности. Какое здесь было состояние отделения до ремонта, это уже мы точно знаем. И что сейчас? Благоустроенная палата, комфортно, чисто. Охота сказать огромное спасибо всем руководителям, медикам, вот за такое отношение к нам, к больным. А еще охота сказать спасибо нашему доктору, непосредственно Елене Сергеевне. Она так чутко относится к нашим детям. Медперсонал здесь просто шикарный. Елена Андреева, снискавшая множество добрых слов от родителей и маленьких пациентов. Действительно врач от бога. Педиатр, находящийся на дежурстве, рассказала Анне Меньковой об условиях труда и заработной плате. Вопрос укомплектованности штата медицинского персонала в Северском районе стоит не так остро, как в ряде других. Тем не менее, специалисты требуются. Вице-губернатор отметила необходимость дополнительного стимулирования врачей, приезжающих в сельскую местность. В ближайшем будущем и врачи, и пациенты новодмитриевского поселения смогут работать и получать медицинскую помощь. В комфортных условиях капитально ремонтируют здание амбулатории. На финишной прямой обустройство полов и потолков. Закончили устанавливать двери и окна. Работа кипит не только внутри здания, но и снаружи. Продолжается облицовка фасада. Полным ходом идет благоустройство прилегающей территории и установка нового ограждения. В амбулатории будут проводить прием педиатр, терапевт и гинеколог. Также здесь расположится дневной стационар. Положительные изменения коснулись и маленьких сельских фапов. Уходящий 2023 год для небольшой станицы Убинска и в азовском сельском поселении стал довольно удачным. Населенный пункт считается газифицированным, но газ есть не везде. В здании Дома культуры его завели около года назад. А вот местный фап до сих пор отапливается дровами. На одном из личных приемов глава района Андрей Дорошевский сообщил, что до конца года ситуация изменится, и фельдшерско-акушерский пункт в скором времени подключат к системе газоснабжения. Фельдшер Татьяна Николаевна Сазонова работает здесь уже 10 лет. Для местных она как член семьи, к которому за помощью можно обратиться в любое время дня и ночи. С удовольствием показывает новые радиаторы и газовый котел. Все готово, осталось дождаться подписания документации. А пока в ожидании подключения газа каждый день она приходит в 7 утра, чтобы растопить печь и приготовиться к приему первых пациентов. С одной стороны сельская романтика, но жутко неудобно. Все старую мебель и оборудование поменяли, на пол постелили новый линолеум. Стало красивее и удобнее. А вот воду Татьяна Николаевна носят сюда в бутылях. Но такая необходимость в скором времени тоже исчезнет. Водопроводные трубы к ФАПу уже проложили. Правда, после монтажных работ осела земля, и попасть в здание пожилым пациентам теперь удается с трудом. Обещали исправить. Уже скоро полейница дров на заднем дворе станет просто живописным антуражем. А старенький ФАП по тенью многолетних сосен станет комфортнее и для пациентов, и для врачей.